Слава Богу! Слава Иисусу Христу, Спасителю нашему Господу! Сегодняшний семинар, посвященный 501 годовщине, сзади начала Великой Реформации. Эпохи Великой Реформации, восстановления, покаяния, исправления Церкви Божьей. Слава Богу! И вот в первой части я как раз остановился на том, что стал говорить о тех ерисях, которые пришли в Церковь Божью, в тело Христа. Тем самым исполнились пророчества Христа о своей Церкви, что он говорил в притчах таких. И опять-таки, как и в Ветхом Завете, как мы называем его, также в истории Израиля, когда Израиль, еврейский народ, сохранял верность Богу, то Бог называл свой народ своей возлюбленной, своей женою, суженной такой, знаете ли. Но, когда Израиль начинал молиться иным богам, не забывая, конечно, о Создателе своем, в своей истории евреи всегда помнили, что Бог есть на небесах, над всеми нами. Бог Авраама, Исаака, Израиля, Бог патриархов, пророков. Но, к сожалению, по лукавству человеческому, неразумию, начинали молиться кому-то еще на стороне. То приходили проблемы большие. И Бог посылал своих пророков и обличал Израиля как бы в супружеской неверности. Сравнивается многобожие, сравнивается в Библии с супружеской неверностью. Называл Израиля Бог тогда неверную женою своей, распутницей, блудницей, по-всякому. Синодальный перевод еще смягчает многие эти обороты, речи. Но, если читаем оригинальный текст, а сегодня, в нашем веке, когда космические корабли раздят просторы Вселенной, век интернета, сегодня нам доступны на наши гаджеты оригинальные тексты с номерами Стронга. Мы смотрим эти номера и порой, знаете ли, я понимаю переводчиков, каково им. Буквально, если переводить, то там, как бы, Господь Бог всемогущий за словом в карман не лез. Вот. И, в общем-то, свой народ обличал. Но, опять-таки, как в откровении помните, Иисус сказал, да? Кого люблю, вот, тех вот обличаю. Ну, и наказывают. Всяко бывает. Вот. И в истории Израиля и того, и другого много было. И обличений, и наказаний тоже. Достаточно вспомнить, хотя бы, первый храм, да? Историю, как мы называем его первым храмом. Ну, не считая, конечно, вот тот передвижной временный, да, скинье, да. А если уже построенный храм, то первый, это, конечно, Соломон. Да. Он строил храм. Но, все было прекрасно. Начали, как говорится, за здравие, кончили за упокой. Начали так хорошо. Вот. Но, потом, все было очень плохо. К сожалению, и за многобожие, как правило, да, мы читаем Библию об этом, у пророков, и идолопоконство. Из-за этого, собственно, первый храм и пал. Было разрушение этого храма. Затем было изгнание, не такое большое, но, все-таки, да, целое поколение выросло в рабстве. Да и не одно, уже даже тогда. Вот. И в плену в Вавилонском. Вот. Ну, там тоже были чудеса даже и в плену. Но Бог заступался за свой народ. Вот. И, значит, и являл свою силу, даже если он, как бы, в открытую и не проявлялся лично. Вот. Вот. Это удивительное свойство любящего Бога, на самом деле, нашего любящего Бога. Вот. И вот мы празднуем с тех самых времен еще и праздник Пурим, да. Вот. Как говорится, евреем может что-нибудь, но на Пурим прийти обязан. Да. Или приходите на Пурим, обо всем поговорим. Так еще говорят. Вот. Ну, действительно, удивительный библейский праздник. Хотя его нет в книге Левит, да, значит, но он такой, такой, очень такой скрытный праздник. Очень интересный. Когда, знаете ли, вот, допустим, смотришь какую-то картину, да, кино. И понимаешь, что сам режиссер там в кадре и ни разу и не показался, собственно. Но он во всех деталях этого фильма, его душа там раскрыта. Вот. Значит, то же самое и в книге «Эсфирь» мы читаем. Нет всевышнего Бога явно, но он там. Он как режиссер. Да. Он даже в титрах не показался. Он настолько скромен, как бы порой, да, вот. Но в нашем понимании порой даже излишне может быть скромен, но действительно он такой, какой есть. Вот. И он очень любящий. Вот. И, слава Богу за все. Потом было покаяние, пробуждение такое было, да, возрождение храма. Конечно, когда отстроили, как мы говорим, второй храм, это был тот же самый храм, только, как бы, вот, его такое продолжение. Этот второй храм, конечно, он был, поначалу был, конечно, не такой он был и великий. Даже старики многие плакали, когда, ну, достроили то, что построили. Потому что еще пацанами помнили тот первый храм. И, конечно, ни в какое сравнение не шло то, что построили. Но, по крайней мере, уже что-то было. Да, пусть это было так, неказисто, в сравнении с тем, что было, но это был храм Божий. Ну, а со временем, знаете ли, вот, отстроился храм ко времени прихода Машиаха, ко времени Рождества Христа. Этот храм блистал, историки говорят, не хуже первого того. А порой даже говорят, некоторые, возможно, даже и в чем-то и лучше, не в обиду Соломонов. Дело в том, что там были врата огромные, там, 25 метров, огромнейшие врата, циклопские. В сравнении с ними, любой человек, как маленькая таракашка, букашка был. Представляете, тонны золота, серебра, 20-миногриташка стали такая, ворота огромные. Конечно, да, в общем-то, это бы даже занесли бы в чудеса света, но это евреи построили, поэтому обычно тогдашний ООН тоже не принял это как чудо света. Но, в общем-то, было не хуже, чем другие чудеса. Действительно, эти чудеса мы сделали сами, вот, с Божьей помощью. Вот, и, но, Машиах сказал слова, которые как ножом режут по сердцу до сих пор, хотя прошло уже два тысячелетия, но читать это невозможно равнодушно, спокойно. Он сказал, что камня на камне не останется, все будет разрушено. И так все произошло. Действительно, по грехам нашим и второй храм был разрушен. И изгнание второе, оно было несравненно большим, и наказание, и обличение были несравненно большими. И я благодарю Богу, что сегодня в наш век происходит чудо, возрождение Израиля, восстановление. Особенно, вот, с того самого 48-го года, да, значит, 70 лет назад началось такое, скажу, удивительное чудо, возрождение земли Израиля, как именно еврейской страны, еврейского государства, это неслыханное чудо, конечно. Не, ну об этом уже, конечно, догадывались некоторые верующие, но все равно не так. Все равно это было внезапно и удивительно. Вот, и, а еще оно вдвойне, втройне удивительней, потому что это чудо сделалось руками, чаще всего, неверующих, ну, скорее, точнее, сказать, нерелигиозных людей совершенно, вот, от этого это чудо еще более чудесным становится. Представляете, если бы Израиль был возрожден руками религиозных людей, то это было бы тоже чудом, но не таким массивным, могущественным. Вот, а здесь уже точно никому нельзя приписать славу, абсолютно, только лишь вся слава Господу. Вот, а, да, а в 67-м году, 51 год назад, Израиль, да, ну, Иерусалим снова стал еврейской столицей, будем так говорить. Контроль над Иерусалимом снова евреи взяли, и это стало вторым чудом, вот, геополитическим 20-го столетия, важнейшим чудом. Первое чудо это в 48-м году, когда Израиль образовался как государство, возрожден был. Израиль из небытия, как бы, после почти двух тысяч лет, перерыва, вот, а второе, по значимости геополитическое чудо 20-го столетия, это как раз вот то, что Иерусалим снова стал еврейской столицей. Де-факто, да и Юр, еще попозже, вот, значит, но действительно это стало великим чудом, и до сих пор великим чудом является для нас. Вот, и та песня, которую очень люблю я, она стала еврейской, ну, еврейским гимном, так, израильским гимном. Звучит песня. Будет стремиться к востоку на Сион, в землю отцов, что Бог нам обещал. Нам надежда освещает путь, мы две тысячи лет ее храним, Будем снова народом и свободным на Сионе, в Иерусалиме. Аминь. Аминь. И знаете, друзья, вот это время удивительное, кстати, оба события этих, вот, важнейших таких геополитических 20-го столетия чудо, они произошли в месяце Ияр, месяц, который всегда считался в Израиле месяцем без праздников. Вроде такой месяц, как бы, совершенно без праздников, на самом деле. Вот, в Ниссане, там, первый месяц, да, вот, там Пасха, понятно, да, половине Ниссана, это, да, Пасха. Значит, да, там, значит, ну, потом идет уже Шивот, значит, да, а вот в Севане, да. А вот месяц Ияр, который мы называем, он всегда был месяцем без праздников. Но еще в древности, глубокой древности, мудрецы еврейские пророчески говорили, что этот месяц, казалось бы, обделенный Всевышним, лишенный всяких праздников, но во времена Машиаха, во времена Христа, этот месяц будет сиять самыми великими праздниками. И знаете ли, сегодня это правда, это действительно так и есть. Этот месяц стал месяцем таких двух величайших праздников наших, слава Богу. Ну и месяц, вообще, говоря о реформации, восстановлении церкви, одно из знамений, если знамение деформации был антисемитизм, антисионизм, то знамением реформации стал, ну не сразу, опять-таки, и не во всем, но сионизм и вот такое движение, ну современное, допустим, движение, да, вот то, что вот в основном ЗОВСИО, допустим, да, хотя бы, журнал, прекрасный журнал, вот. И они, кстати, даже мои статьи некогда там публиковали в свое время, вот, значит, и я очень Богу благодарен за эти братьев, сестер, значит, за, ну вообще в целом движение сионистское сегодняшнее, современное в христианстве, очень разных, есть вот христианство, христиане за Израиль, международное движение такое, баптистский пастор Джон Хаги, он является старшим, ну, пастором этого движения и лидером этого движения, из Техаса, значит, очень хороший пастор, служитель, вот, потрясающий, вот, да, вот по эскатологии, вот, лекции, вот именно Джона Хаги, вот, я считаю, ну, и не только я считаю, многие считают, действительно, проповедники разных конфессий, вот, просто, действительно, вот, шедевром в современной науке христианской, вот, удивительная глубина, удивительное познание, и Джон Хаги тоже, он как раз объясняет интересную вещь такую, закономерность, со времени начала Великой Реформации, он объясняет тоже в этих лекциях по эскатологии, что началось и движение к еврейскому народу, к Израилю, потому что, по сути, мы одно, но, но, знаете ли, вот, чем ближе люди, да, заметили, да, тем больнее они друг друга ранят порой, и чаще всего, и чем ближе к тебе человек, тем он больнее может тебя убить и ранить вообще, да, вот, то же самое здесь, Израиль, кто больше всего ранил и ранит церковь, а кто церковь больше всего ранит, Израиль, самые близкие, самые родные, потому что в Писании говорится в Новом Завете, что Иисус, он эту вражду между евреями и неевреями, он убил на кресте, то есть крест, по сути, он стал местом не вражды, а не разделения в этом отношении, а примирения, местом примирения, и не только примирения каждого человека, да, с Богом, возможности любому человеку примириться вообще на этой земле, но и удивительным примирением вот этого трагического, разделения, которое, казалось бы, сам Бог где-то создал, где-то как-то, потому что в такой не очень дружной семье народов нашей планеты, даже скорее, даже в очень недружной семье, Бог, желая спасти всех, поступил очень нестандартно, он создал еще один народ, хотя, знаете ли, казалось бы, и так уж много народов уже, да, и надо спасать хоть как-то вот тех, что есть, а Бог взял одного язычника, Абрама, и из него создал Аврагама, и от Аврагама родил Исаака, от Исаака Якова, от Якова патриархов, от патриарха весна со стороны народа, создал еще один народ, Израиль, для славы свадей, и для чего? Для спасения всего рода людского. И кульминационной фигуры здесь стал сам Иисус Христос. И Ишуа Машир. И когда он еще был совершенно маленьким ребеночком, то Шимон, царик этот, Симеон, праведный, богоприимец, мы его называем еще в православии, он взял младенца Христа, и он сказал пророчески, духом святым, что он есть свет к просвещению всех народов. И вторая часть этого пророчества потрясающая, звучит тоже. И слава народу своего Израиля. И вот действительно он таковой, хотя он и камень плетновения, соблазна, и рубан, и разделение, казалось бы, но его цель не это производить, а спасти всех. Его цель спасти всех, абсолютно всех. Даже тех, кто сейчас в непослушании, в неповиновении Слову, даже тех, кто противится, он действительно всех объявляет. Как в том псаломе поется, в евангельском, протестантском, я очень люблю его. Любовь Христа безмерно велика, начала нет и льется, как река. Мой любимейший псалом. И знаете, это первый псалом, который я слышал в своей жизни вообще. Неправославный, протестантский псалом. И он потряс меня тогда просто вообще. Я был в собрании в 96-м году, у бесятников, в гостях был. И они пели псалом, дедушки, бабушки эти. И это было для меня таким стрессом, таким приятным, шоком просто. Что Бог, действительно, любовь Христа, вот это самое важнейшее. Слава Богу. Так что, друзья, и так вот, к тому, что Хаги говорил, Джон Хаги. Он еще жив, кстати, да. Я рекомендую тоже, поинтересуйтесь этим проповедником. Хотя на русском языке очень мало его, к сожалению, переводят. Я даже писал письмо им туда, в миссию, умоляя просто заняться этим. Чтобы был русский отдел какой-то. Очень важно для русскоязычного мира действительно иметь переводы этих учений самих. Особенно по эскатологии. Потрясающе. О последних временах. Учения. Билли Грэм все время называл это лучшими вообще, что он слышал из учений по эскатологии. То есть это тоже высокая оценка очень. Вот. И о последних временах. И он об Израиле говорит тоже. О Израиле и церкви. Что знамение как раз именно реформации, да, вот этого процесса. Это возвращение церкви. Возвращение. Кстати, в еврейском языке слово покаяние, да, буквально возвращение. Тшува. Тшува. Возвращение. И поэтому действительно это, ну, это божье чудо. Слава Богу. Возвращение. Вот. По поводу, вот, великой деформации, деградации церкви. Из-за антисемитизма и цесарь-попизма происходило. Но когда началась реформация, то начался процесс возрождения церкви и движения в сторону Израиля. Потрясающая история-то. Очень. Вот. Слава Богу. Кстати, для меня тоже очень, даже я порой так тестирую, как бы, ну, для себя чисто вот. Когда знакомлюсь, допустим, с этими дослужителями, вот, если говорю о евреях, об Израиле, если в сердце ничего не отзывается у него, то, ну, для меня это очень тревожный признак вообще. Вот. Даже если человек и говорит, что он возрожден свыше, то, ну, я могу, ну, засомневаться где-то даже. Вот, считаю, имею моральное право засомневаться в этом. Вот. И наоборот, даже если он не понимает до конца, там, понимает учение о спасении, но если у него это отзывается, откликается, ну, это очень хороший, для меня очень хороший признак-то, что внутри работа это и есть уже, по-моему, я точно. Вот. И, ну, как правило, самый большой антисемит это сами евреи, к сожалению. Вот. Но через покаяние, через возрождение и это исцеляется. Слава Богу. И вот, друзья, по поводу великой деформации, я назвал вот, да, вопрос прозвучал там, как раз вот, здесь я, а, в вашем воде ушел вверх туда. Эдуард пишет, там, один брат, пишет, значит, что по поводу крестного знамения, вот, вот, такое крестное знамение, знак креста на себе. Вот, на мне такое есть знамение, такое есть панагия епископская. Но, самое важное, конечно, это понимать, что не тот, кто на нас, на мне, допустим, на вас, а тот, кто в вас, тот, кто во мне, он больше того, кто в мире. Даже если, там, допустим, я ношу крест, то я не думаю, что он меня защищает, благоставляет, то же самое крестным знамением скажу. То есть, я могу перекреститься, нет проблем, приходя в храм, допустим, я перекрещусь, но, значит, католикам захожу раз, там, по-ихнему, по-католически, там, чтобы, ну, как говорится, в чужой монастырь, да, со своим уставом, да, значит, не приходят. Вот, но, знаете, основное, что хочу сказать, что, к сожалению, очень часто это как суеверие. И не просто как, а именно суеверие. Даже ношение крестиков, да, или крестное знамение, очень часто это суеверием является. Каким образом? Объясню. Когда люди действительно этому как к талисману относятся, как к талисману, как к оберегу, вот, значит, считают, что, как бы, это их защищает, благоставляет, сохраняет, предохраняет, там, все, ну, это... Хотя, конечно, бывают разные случаи, вот, допустим, там, мой школьный товарищ один, он воевал, ну, он попал в Афган, тогда, значит, и... Выжил, слава богу, выжил, вот, значит, но там получилось, что с их подразделения многие погибли, ребята. Ну, фактически весь батальон там полег у них, там, они так, когда с Таджикистана их перебросили, вот, так получилось, засада, значит, и со всего батальона осталось там совсем ничего, людей. В основном были ребята, молодые совсем пацаны, после учебки многие были, вот, были постарше ребята некоторые, вот, и... Официально мы знаем, что не так много погибло, как считается, от Союза, там, бойцов, но есть другая статистика, более печальная. Вот, вот, по некоторым данным, допустим, некоторых генералов тогдашних советских, вот, Эту, ну, как вот, цифру можно умножить в несколько раз, короче, к сожалению. И вот, значит, вот один из таких примеров был как раз вот с этим батальоном, который попал под обстрел, значит, с трех сторон стреляли, короче. Ну, здесь город, впереди враги, и все, и осталось несколько, там, всего, там, бойцов, офицеров, там. И они оказались перед минополем, значит, он мне рассказал, тоже Матюрская, Сергей, вот, значит, и, ну, понимали, что там мины, верная смерть. Вот, значит, самое интересное, среди выживших офицеров был этот, ну, кто он там, политработник, короче, вот, значит, и, который, как вот, странно, стечение обстоятельств. Еще с Союза был, они его знали, значит, еще с учебки. И, значит, этот офицер, уже немолодой человек, но самое интересное, он, значит, там проводил как-то беседу, там, что вот, ну, антирелигиозную, короче, беседу. Вот, еще там, еще в Таджикистане. Значит, а здесь, при лицом смерти, когда впереди минополе, там душманы, там стреляют, короче, говорят, да, хотя там, ну, страх, животный страх, значит, да, вот, много, даже пацаны были просто в шоке. Этот офицер подошел к этому полю, стоит, говорит, и крестится, говорит, стоит и крестится, который доказывал там, еще в Союзе, что, значит, знаете ли, да, что Бога нет, там, туда-сюда, пропаганда атеистическая. Но Евтушенко был прав, помните, когда он писал, в окопах атеистов нет. Это на гражданке можно быть атеистом, это можно быть где-то там, знаете, там, в кабинете, умничать можно. Но когда смерть не засмотрит, много случаев таких, знаю, и в личной жизни. Ой, вот, и как Достоевский писал все время, Федор Михайлович, что абсолютный атеист, это либо абсолютный негодяй, либо абсолютный идиот. А любой нормальный человек во что-то верит все равно, и как-то верит. Просто свою веру часто, знаете ли, вот, маскирует, камуфлирует. И чаще всего атеизм это не просто отрицание Бога, а бунт против Бога, какое-то несогласие с ним. Ну, это отдельная тема, конечно, проблема атеизма. Вот, и когда я, будучи священником, уже традиционно, здесь вот неподалеку, в Рязани, я стал священником в 91-м году. Ну, последние месяцы были в Советском Союзе еще, вот, но уже, там уже было ясно, что уже скоро рухнет вся эта система. Вот, и, представляете, значит, с Сергеем я разговариваю с этим, с своим товарищем школьным, значит, он мне рассказывает это все. Я, конечно же, тут же, ну, как бы, в религиозной пропаганде все это говорю. Вот видишь, говорю, а ты еще сомневаешься, вот что крест, как говорится, животворящий делает. А что произошло? Вот, со слов, вот, моего школьного товарища, они прошли, этот офицер, там другие офицеры, солдаты шли дальше, след, след шли. Вот, значит, вышли, то есть никто не рванул, там не взорвалось, ничего там, значит, там не погиб никто. Вот все, кто там добежал до этого поля, короче, они спаслись. Вот. Ну, офицеры говорили, что это чудо, потому что, ну, минировали там всякими минами, короче, и хоть что-то должно было все нарвануть там. Вот, значит, так невозможно было, чтобы пройти без, вот так просто, вслепую. Но вышли. Вот. Ну, я, конечно, сказал бы, что это чудо, смотри, вот, крест животворящий, что делать, крестное знамение. Я еще пару ему там, еще там всякие такие случаи рассказал тоже, про силу крестного знамения. Тогда я сильно в это верил. Вот. В 96-м я пересмотрел эту свою веру. На основании слова Божьего, я, знаете, такой вывод сделал. Когда я вернулся к Слову Божьему, к Библии, как именно авторитету своей веры, фундаменту своей веры, то я осознал, что многие чудеса происходят порой не благодаря чему-то, нашим пассам, нашим доктринам, нашим телодвижениям, нашим потокам каким-то, а вопреки порой всему этому происходят чудеса. Бог сердцеведец, Он видит наше сердце. Он видит не наши пассы, не наши какие-то телодвижения, не наши там что-то еще, убеждения. Он видит наше сердце. И, знаете ли, даже в истории Израиля это очень четко видно. Когда в книге пророка Оссии, допустим, там Бог говорит через этого пророка, через Оссию, говорит к Израилю и жалуется, как бы, сам Бог жалуется. Я спасал их, а они ложь говорили на меня. И там буквально еще переводят, что они отворачивались от меня. То есть поворачивались к идолам, получается, к астуканам. То есть они приписывали славу, которую Бог являл среди Израиля в те годы, они приписывали истуканам, они приписывали вот этим богам каким-то, там прочее. Вот, а мы знаем в Новом Завете, это очень четко по-новому написано, что всякое даяние благое и дар совершенны свыше сходят от Отца Светов. Аминь. Вот это самое великое, что я знаю. Вот, поэтому всякое доброе и всякое чудесное, это точно знаю от Бога. Только что-то происходит у монотаря, а что-то происходит вопреки. Вот. И, знаете ли, печально, когда вот такое недоразумение возникает вопреки, когда... Вот. Хотя в моей жизни тоже были чудеса, вопреки. Какие-то годы моей жизни я был в таком заблуждении, невежестве. Осознанном невежестве, даже скажу так. Заблуждался и вводил в заблуждение. Вот. И Библия говорит, не заблуждайте. Вот я попадал в такое заблуждение самостоятельно, добровольно. Особенно став священником, вот, и вообще начал свое служение в православии, традиционном я, таком, русской православной церкви, московской полиархаты, 87-й год, ну, де-факто, де-юре, в 88-м году начал, начало 88-го года. И как чтец, и подиакон, вот, и уже как священник служил уже в 91-м году в Рязани, потом в Рязанской области служил, и потом в Брянской области. И, знаете, вот, за те годы чудеса совершались, но я славу приписывал, знаете ли, вот, я причинно-следственную связь видел такую, вот, я помолился на кому-то святому, и то-то и то-то произошло. Я, не мудрствуя совершенно, к сожалению, я вот приписывал славу вот этим святым, как бы, да, ну, конечно, там я подразумевал, как бы, Богу тоже, но Бог не согласится на номер два или номер три, знаете ли, в этом распределении славы, он славы своей не хочет делиться ни с кем вообще, вот, а почему, не потому, что жадный, не потому, что там гордый, а потому, что он любит нас, потому, что он знает, что действительно, он все для нас создает, чтобы нас спасти, а вот, когда мы славу приписываем кому-то еще, чему-то еще, то мы тем самым просто погубляем себя просто, просто уничтожаем себя, вот. И проблема идолопоклонства, это вторая проблема, просто проблема многобожия. Проблема многобожия, она в христианстве выражается современным тоже, в молитвах разного рода посредников к Богу, посредников к Богу, которых наделяем, люди наделяют. Вот, я после 96-го уже не молюсь уже никому, кроме Бога, только одному Богу молюсь, все. Значит, и, так вот, а до 96-го года, особенно вот с 91-го года, особенно, будучи священником, до 96-го года молился разного рода посредникам, и к Богородице, и к святым разным. Вот, к ангелу молился, вот, мой пантеон, он разрастался, были излюбленные святые определенные, которым я отдавал предпочтение часто, допустим, это мой небесный тезка, Сергий Радонежский, допустим, да, Серафим Саровский был тоже моих вот любимчиков, таких постоянных, значит, там, Нина, Нина Святая Равнопостольная, Нина Просвятильница Иверии, вот, значит, там, еще какие-то, ну, целая группа святых, которым отдавал я часто предпочтение такое, вот, больше или меньше. Тоже в невежестве своем я распространял такие брошюрки в своих приходах, где был настоятелем по Рязанской области, а потом в Брянской области. Такие брошюрки популярные, «Какому святому в какой нужде молиться» называются. Это я потом назвал для себя пособием начинающего многобожника. Представляете, значит, человек, приходя в храм, и обычно ему все им обручали такие брошюрки, да, значит, я инструктировал своей бабушке, чтобы они, вот, как бы, секли очень четко, если приходит новый человек, там, и, как бы, ну, видно, еще новичок, который, там, смотрит, не знает, как там, что там, значит, какие иконы, что, вот, то сразу ему что-то рекомендовать надо, вот, как бы, да, значит, и вот одна из первых брошюрок, которую настоятельно надо было рекомендовать, это, вот, как раз, вот такая дешевая небольшая брошюрка, ну, для интересующихся поглубже, там были уже и потолще книжки, на эту же тему. Там разница была лишь в том, что там больше перечень этих нужд разных и больше перечень святых, значит, и, ну, в принципе, это все одного поля ягода, вот. И вот, значит, и в храме, где был настоятель, тоже, у нас была такая, как стенгазета, вот, тоже, какому святому в какой нужде молиться, там, десятки нужд и, пожалуйста, популярные святые молебны, я проводил разного рода святым. И так продолжалось в моей жизни до 96-го, когда уже, знаете ли, вот, действительно, ну, не знаю, чудо произошло это, возвращение к Слову Божьему, реформация моя, личная реформация. Кстати, я даже помню момент тот, когда это началось в моей жизни. Такой, знаете ли, какой-то щелчок такой. Я помню этот момент. Это было после того, как я прочитал первый раз в жизни неправославного автора, протестанта, Эрла Штегина, проповеди Эрла Штегина. Книга Людмила Плент, автор, книга называется, вторая книга трилогии, она называется «Время начаться тут с Дома Божьего». Вот эта книга, она толчок мой, такой сильный в моей жизни дала мне, вот, вернуться назад к основанию веры моей, к Иисусу как Спасителю личному, к Библии как Божьему Слову, фундаменту моей веры. Вот, это было потрясающе. И вот, эта книга, которую мне дал брат Григорий, вот, очень люблю его я, Григорий Тельных, он сейчас пресс-фитером в городе Сураж, Брянской области, в Песняковской церкви. Вот, это первый протестант, с кем я познакомился, вот так вот лично общался. Очень интересный брат такой. Вот, я ему дал книжку. Когда узнал, что он протестант, я пожадил его неопытность. Вот, как бы, как я считал, значит, заблудился, думаю, человек. Мало ли, ну, как бы, всякое бывает. Такой хороший, положительный человек, но он попал в секту. Ну, нам говорили, что первых полгода процесс обратимый еще. Поэтому я, как бы, думаю, наверное, он недавно попал туда, вот, как бы, и вляпался. Ну, всякое бывает, жизнь вся, ошибаемся. Вот, он так жестко ошибся. Вот, я же не знал, что он там родился вообще. Вообще, он вырос вообще. И он не просто, а он сектант, сектант, сектантский вообще. Вот, его дедушки-бабушки с обоих сторон были уже баптистами, штундами, значит, там и прочее. Вот, ну, это я потом уже узнал. Там, да. Вот. И я, пожалев его, знаете ли, значит, дал ему книжку прочитать «Земная жизнь Пресвятой Богородицы». Вот. Он взял эту книгу так, с уважением, знаете, к моим религиозным чувствам. Вот. И мне это понравилось вообще. Вот. Думаю, ну, примет Богородицу на половину нашу желудку. Дальше вопрос техники. Вот, значит, и, знаете ли, или времени вопрос. Значит, и, интересно, значит, и пока я, значит, там, там, так вот уже размечтался, ха, ха, знаете ли, а он, как говорится, из своих сектантских штанин ха-ха, достает свою брошюрку подрывную литературу свою, там, вот, значит, и мне ее, раз, так, вот, рекомендует настоятельно. Ну, я, как бы, понимаете, он же мою взял, вроде как-то неудобно отказывался. Вот. Ну, я тоже взял, как бы, там, вот. И, вот, не жалею. Вот. Я очень был благодарен даже, что именно эта книга попала в мои руки тогда. Если какая-то другая, может быть, моя была бы реакция иная, но эта книга как раз говорила очень простое евангельское послание к служителям церкви и христианам в целом, но больше к служителям, к священнослужителям, к пастырям, о покаянии, исправлении, вообще, потрясающие вещи, примеры, вот, плодов покаяния. Многие вещи, конечно, они спорные, там, высказаны, но они бесспорно указывали на личность Иисуса как спасителя Господа. Бесспорно, они доказывали эти проповеди и беседы, и примеры все, доказывали, что Иисус единственный искупитель вообще, спаситель, путь жизни для всех и каждого, а особенно для священнослужителя. Это было потрясающим вообще таким заявлением. И когда я прочитал эту книгу, у меня все там просто перевернулось вообще в сердце. Знаете ли, я, такое было ощущение, что вот какое-то время, какие-то годы я просто как-то заснул. Я проснулся. Знаете, каким образом? Нашел свою Библию, которую эти годы я возил с собой, не открывал я ее. Нет, я читал каждый день, конечно, фрагменты из Писания, безусловно. Будучи священником, конечно, это делаешь каждый раз, на служениях во всех этих, и вообще, и келейно, как говорится, дома на стальянском языке. Но, понимаете ли, слово – слово рознь. Есть графы, да? Есть логос, но есть рема. Есть рема Божья. Вот, это совершенно иное качество слова. А если брать еврейскую систему объяснения слова, то там гораздо все еще сложнее. Разные есть уровни познания этого слова. От прямого, буквального до таких тонких очень материй. Вот, интересно, знаете ли, вот, когда я открыл Библию свою, ту самую, которую когда-то, тогда, вот, еще в советское время, там, в 80-е годы, я очень дорожил именно этой Библией, да, на русском языке, вот, которая в то время стоила для меня бешеных денег. Вот, и, знаете ли, я возил ее, носил всегда, и, в общем-то, но, будучи священником, она ушла из моей жизни, неожиданно как-то, постепенно, незаметно как-то для меня даже. Вот. И славянский язык, он красивый, но он мертвый. Служение, тем более, само многобожие, идолопоклонство, религиозный оккультизм делает страшную вещь. Он закрывает живого Бога. Прячет, как бы, живого Бога. И это очень печально. Я это испытал в своей жизни, друзья. Вот. И я помню тот момент, когда я открыл эту Библию, и от волнения, я, вот, это, ну, удивительное переживание. Я ничего не мог прочесть даже в этой книге. Вот такое было волнение, что дрожь какая-то прям вот такая внутренняя. И я не мог ничего разобрать даже, строки эти. И, представляете, слышу тихий голос, как будто моя мысль. Но это явно не моя мысль. Я ж не дурак сам с тобой разговаривать вообще. Знаете ли, но мысль была такая. Как тихий голос. Тихий голос, как мысль, непонятно. Сережа. А я слушаю и, как бы, и... Не отец Сергий там, вашим преподобия, или как-то еще. Сережа. А, знаете ли, его высокое преосвященство. Да. Слава Богу, что он назвал меня Сережей. Аллинует. Вот. Самое интересное, об этом опыте я, ну, люблю вспоминать. Интересно, значит, он назвал меня Сережей вновь. Я потом назвал его слово папочкой. После долгого перерыва. Вот. И он сказал следующий этот голос. Тихий, как мысль. Вначале Сережа, а потом, я так, обомлел аж. И мысль, голос продолжается. Посмотри. А я говорю, от волнения даже не могу ничего разобрать. Прочесть ничего не могу. Пауза такая образовалась. И опять мысль, голос продолжается. Почему тебе было все хуже и хуже? Ты старался больше и больше, а было все хуже и хуже. Вот я... А я смотрю, и не могу ничего не сказать им, ответить вообще. И после какого-то маленького перерыва тут же голос дальше говорит этот. Как мысль такая. Потому что слово мое, оно ушло из твоей жизни. И все. Вот это вот. Откуда пришло, куда ушло. Ну, когда это закончилось, вот эта мысль, голос, я понял такую вещь интересную, как интуитивно даже, что это как в разговоре. Вот он сказал, а теперь он ждет, что же я скажу в ответ. Ну, и я, конечно, ну, я, конечно, уже... Ну, он первый начал. Вот. Знаете ли, я уже не мог к нему обращаться, как эти годы, предыдущие, на славянском, и за петом, и же и си, на небеси, уже не до того было мне. Он-то мне же не обратился там, и же и си, там, на земле. Знаете ли, нет. Он родился ко мне нормально. Просто. Вот. И я к нему снова обратился просто. Вот. И я назвал его папой, своей папочкой снова. Вот. И попросил прощения. И, среди прочего, я, конечно, просил прощения у него. Знаете ли, и если бы это мне Григорий сказал при разговоре нашим, то, первым, что вот слово Божье ушло из твоей жизни, батюшка. Я бы сказал, какой дорогой она ушла от меня, ну-ка. Да. Знаете ли, как Ледяев говорил, Алексей, да, когда плоть на плоть, плоть плотнее становится. Действительно, когда бесполезно плоти что-то доказать, фа, хоть пол на голове чешила, как об стенку горох. Но когда это в духе, то все принимается. И обличение, и все, все, все. И я сказал, среди прочего, сказал ему следующее, что безопаснее для меня доверять твоему слову. Я вот сказал это, и я сам даже удивился, ну, знаешь, как мне красиво получилось сказать это, думаю, интересно. Но вот, знаете, я помню момент, вот, когда я это сказал ему, у меня как будто бы внутри какой-то тумблер переключился вновь. Это я потом осознал, что вот что-то изменилось. И я снова стал с упоением читать Библию, вот, обычную русскую Библию на русском языке. Читал я ее, и у меня пропал аппетит всякий молиться, всякий интерес вообще, вот честно, молиться кому-то еще помимо Бога. Нет, хотя еще по инерции я там неделю или две даже, я еще, конечно, молился, вот, но приходя уже в храм, конечно, я вообще обязан был это делать, будучи настоятелем храма. Там же священник, он не выбирает, что делать ему. Он должен по-расписанному все, по-написанному в этих дилях все совершать. Поэтому я там обязан был просто-напросто. Но в келейных молитвах я еще был какое-то время здесь еще, в сердце, в уме еще был связан этими представлениями старыми, вот, как вот тот лазарь, который уже воскрес, вышел, но он в этих пеленах был, смирнящих еще, знаете, я тоже какое-то время осознавал, что это какие-то пелены мертвые, но я не мог от них освободиться, они как бы постепенно падали, спадали, как будто бы. Вот. Да, и еще неделю-две я молился, допустим, там, к Богородицце, к святым, но даже молясь к ним, да, знаете ли, никакого вкуса не было, интереса вот серьезно не было. А интерес был молиться к Богу. А потом прошло неделю-две, и я уже даже, и даже в личных молитвах, я уже, вот, даже совершенно не вспоминал даже никого, кроме Господа. Вот. И как-то так все так естественно произошло. Раньше обожал целовать иконы, вообще это был, там, ну, как бы, любимый мой такой ритуал, знаете ли, кресты, иконы. Я почитателем мощей был таким, даже чрезвычайным в то время. Вот. Но знаете ли, вот после этого все, знаете, как в народе говорят, как бабки сводили. Вот. Вообще, вот, я вот серьезно, вот никакого интереса не было совершенно. Ну, еще там воздушные поцелучики какие-то там, значит, делал, но вот серьезно, как-то даже близ гримость пришла, думаю, вот что я делаю? Ну, целовать это все, целовал, ну, как протирай, не протирай, но все равно, что-то же, ну, Вот. Да и мощи, думаю, ну, как представил, это же кости, это же, ну, оно тебе надо, как бы, зачем? Ну, Павел вообще сказал, что я не хочу, чтобы мы были в общении с бесами. Зачем? Да. Христианин. Знаешь, наше общение с Духом Святым. Вот. И у меня, вот, знаете, от общения с бесами, как аллергия началась такая. Вот, знаете, вот, раньше нормально, все, как бы, значит, то есть, как бы, я даже, выдавал в себе, значит, я полагал, что вот общение с бесами, это и есть Божье дело. Я полагал, что это общение с Богом. Потому что есть вещи, обмануться, я лично, ну, не знаю, ой, враг меня обманул очень легко. И я сам обманулся. Вот. И я даже выдавал то, что было вражеское, да, за Божье. Я полагал, что это Божье. Но потом, в 96-го, уже в этом году, как раз, это было все, осознал такую вещь, что есть вернейшее пророческое слово. Есть то, что проверяет все. Есть тест. Знаете, как вот на уроках химии, да, лакмусная бумажечка была у нас. Проверять. Что же там, кислота или щелочь, помните, да? Баловались, раз, макали, смотрели. Вот, значит, и вот то же самое. Вроде, и то христианство, и все христианство, и там, и там все вроде, все хорошо. Но, как проверить, что же внутри? Божье или не Божье? Кто Духа Христова не имеет, тот от него вообще. А лакмусная бумажечка такая для нас, это сам Иисус Христос, личность самого Иисуса Христа. Если говоришь с человеком, даже если он называется там и священнослужителем христианским, даже если у него там ряс у него, там и кресты там золотые, но говоришь о Христе, и в ответ ничто не ёкает абсолютно. И вообще, как бы, ты понимаешь, что это, ну, про Фому и про Ерему идет разговор. То, я понимаю, что человек еще мертв. Потому что без Христа мертвичина. Вот, я в этом убедился, когда-то, перечитывая письма, Гоголя, вспоминал, когда-то с ребятами там, в центре, Николай Васильевич писал как раз по поводу вот своей книги, этой «Мертвые души». Я вспоминал, как нам в школе это все преподносили. Ужасно вообще. Вот. Лучше бы они вообще не говорили бы ничего. Вот. А сам автор, сам автор, он писал как раз, что по его мнению, друзьям он писал в письмах, он в этой книге хотел показать главные пороки человеческой души без Бога, без Христа, без Евангелия. И он писал друзьям, что человеческая душа без Христа, без Евангелия, она мертвая. И он пишет, что вы не будьте мертвыми душами, но живыми душами. И он в этих примерах, там, Плюшкина всех, и Собакевича, там, значит, Маниловых, он описал как раз вот все эти пороки человеческой души, да, без Бога. Это как вот в еврейской традиции называется это Эцерара, да, злое начало, торжествующее в человеке, зло, торжествующее, победившее в человеке, Эцерара. Эцер, злое начало. Вот, и в христианстве обычно мы это называем первородным грехом, да, признаком падшего человека. Но, как ни называя, это все, говорится, хрен, редьки не слаще, это все одно и то же, в принципе. Вот, не важно под христианским или под еврейским соусом это все подается. Действительно, это описание зла, которое вот тогда, 5779 лет назад, оно, к сожалению, да, наша прамама открыла ящик Пандоры, вот, а наш прапапа, к сожалению, да, оказался не на высоте. вот, да. Ну, опять-таки, что было бы, если бы, да, мы их сейчас, вот, как бы, конечно, после дороги подоками не машут, но, я знаю одно, что, прошло время, и Бог свою любовь к нам доказал. Если до того, как пришел Христос, люди еще имели морально право, как-то, знаете, сомневаться в Божьей любви вообще, особенно среди неевреев, среди народов разных нашей планеты, других народов, люди в большинстве своем имели какое-то моральное оправдание своему сомнению, да, нееврею, то 2000 лет назад всякое вот это сомнение ушло, прочее. Сегодня Бог, мы знаем, однозначно доказал ко всем нам свою любовь, искренне своих намерений, свою действительно, искреннюю любовь, отдав самого себя, свою жизнь, душу за нас положив. Аминь. Слава Богу. Вот так вот, друзья. И я так осознал, когда же, в 96-м, почему я ушел? Почему я вышел из русской православной церкви, московской Талиархаты, в котором раньше служил, и вне которого я даже не мыслил себя, если бы мне сказали бы там еще хотя бы за полгода даже, что я выйду, я бы не поверил вообще, да вы что? Да вы что? Даже если бы там, не зная, что там произошло, и без сана оказался, я бы снял бы себя сан, допустим, или с меня сняли сан, я бы все равно ходил бы в храм, значит там, крестился бы, свечки ставил, ну как бы был бы там где-то возле Клироса, но все равно, где-то в храме все равно, то есть я не мог себе представить, что я буду, ну, то есть настолько я был воцерковлен в этом всем, да, и храмового благочестия для меня было, ну как бы вообще, эталоном благочестия христианского, но все потом так произошло очень быстро, и я Богу благодарен за свою жену, которая меня тогда в трудную минуту поддержала, а потом и теща поддержала еще, ну это вообще было все, я был обречен на победу просто, знаете ли, вот, это, короче, чудо было для меня вообще, вот, слава Богу, и, знаете, я что осознал тогда, такую вещь, осознал такую интересную вещь, что задача, как будто это, ереси, да, вообще, как вот помните, у Петра написано, во втором послании только, не в первом, я же тоже классно сказал, но лучше во втором, во втором послании Петра, во второй главе, где он описывает как раз, всю главу посвятил лжиучителям, да, которые ведут погубные ереси, так вот, и он говорит, и, говорит, отвергаясь искупившего и Господа написано, и я помню, то переживание, меня как резонуло на жену, вот, как говорится, где собака зарыта, думаю, вот, оказывается, любая ересь, суть ее, отвергнуть искупившего Господа, уйти в сторону от Христа, так думаю, чтобы не попасться никогда на удочку врага, отныне, да, держаться главы Христа, взирать на начальника веры, совершителя веры Иисуса Христа, не поддаваться врагу, смотреть на Христа, как помните, у тех укушенных, этих, в пустыне, да, в числах мы читаем страшные истории, что люди подверглись такой, ну, каре, наказание такому, из-за ропота своего, вот, и в оригинальном тексте там еще страшнее все, даже с инодальным переводом, там, жуть берет, в оригинальном тексте там вообще говорится не только о таких обычных змеях, которые кусали, а говорится о сверхъестественных змеях, будем так говорить, пернатых, а о серафимах, серафы, там стоит слово серафы, то есть от такой-то змеи можно еще отмахаться, как бы, да, отбиться, вот, попробовать хотя бы, но против лома, как говорится, нет приема, понимаете, и если против тебя уже ангел уже, притом такого уровня, знаете ли, серафим, жалящий, ну, нам обычно, нам нравятся первые варианты перевода этого слова, сераф, да, сераф, серафим, или астрофим по-арабски, ну, там, переводы примерно одинаковые, что с семитских языков этого слова, это пламенеющий, горящий, огненный, все, но в иврите есть дальше еще переводы, это жалящий, поражающий, ну, ангел, ничего личного, как говорится, работа, знаете, посланники Всевышнего, посланники Всевышнего, да, поэтому каждую пятницу мы, ну, по традиции, с тех времен поем, приветствие ангелам, еврейская старая добрая молитва, но это не обращение к ангелам, как посредникам, ну, это такая тонкая грань, конечно, там можно, как у сапера, не тот проводок, и привет родителям, да, ну, серьезно, но, поэтому, в еврейской традиции, это приветствие ангелам, но не дальше, не дальше, вот, это максимально, что можно себе позволить, их поприветствовать, вот, и там поется вот это, по-русски поется так, что мы приветствуем вас, ангелы Господни, посланники Всевышнего, приходите с миром, ангелы Господни, потом другой куплет говорится, пребывайте среди нас, с миром, а потом, в конце, ну, тоже, уходите тоже с миром, ангелы Господни, посланники Всевышнего, такая хорошая песня, такая со смыслом, таким, глубоким очень, вот, и, значит, вот, знаете, действительно, такая грань, но, к сожалению, в христианском, уже православном, католическом, таком, исполнении, это уже другие песни совершенно, и молитвы, к сожалению, там уже обращение к ангелам, как к ходатайям, как бы, посредникам к Богу, молитвы им, есть праздники в честь ангелов, акафисты, каноны, службы им, иконы, целование, поклонение перед изображением ангелов, это ужасно все, конечно, это такое вульгарное, ничем не прикрытое, идолопоклонство, и многобожие, вот, хотя, весьма соблазнительные вещи, даже в книге Откровения говорится, рассказывается, что, помните, брат наш, возлюбленный, Иоанн, на Патмосе уже, вот, описывает падение пред ангелом, значит, он поклонился ангелу, и, слава Богу, что, хотя сапер ошибся, как говорится, да, но, не рвануло, ангел оказался нормальным, порядочным, у которого все с Богом хорошо было, а если бы не тот, если бы он только лишь бы, видя ангела, света пришел бы, сказал бы, о, молодец, наконец-то, я бы поклоняюсь, молодец, одобряю, не, это был нормальный ангел, хороший ангел, правильный, который сказал Иоанну, нет, Богу поклонись, не мне, пожалуйста, Иоанну, при всем уважении, Богу поклонись, а потом второй раз, и там, там пред ним, в синодальном переводе, набранный курсивом, обращаю внимание, там не имеется в виду самому ангелу, там посредством ангела Богу хотел поклониться, как бы через образ ангела, но даже это ангел остановил, говорит, нет, 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 Богу самому, лично, не, без посредства образа какого, без посредства, через ангела, нет, самому Богу поклоняйся, вот, поэтому, очень важное такое предостережение, вот, и многобожие, идолопоклонство, ну, идолопоклонство тоже, И общение с бесами это икона почитания, почитание мощей, особенно мощей, конечно, здесь вот это отдельная статья. Хотя, да, и молитва заупокойная, молитва заупокойная тоже, это все не наше, это не христианское. Это в христианстве полным-полно, но это не христианское, это привнесенное извне. Кстати, в иудаизме современном тоже, даже еще в средние века, в сидурых молитвенниках еврейских появились молитвы вспоминательные отца, матери, воинов и прочее. Эти молитвы, плод средневекового творчества еврейского, он, как ни странно, эта традиция, она пришла из, ну, не без влияния христианства и ислама. То есть, вот, к сожалению, в иудаизме тоже пришли такие очень опасные явления. Вот, то же самое обращение к умершим рэбе, праведникам, цадикам, вот, пусть это и в более смягченной форме, не как, допустим, в католицизме, в православии, в христианском, но все равно это имеет место быть, к сожалению, по сей час. Но я так рассуждаю всем нам.